Приветствую вас, и вопрос, который вы задаете, является тем, что я называю очень поверхностным, может быть, популяризированным, но в любом случае это не серьезная и не глубокая работа над собой. Потому что вы, во-первых, зачем-то обращаетесь к тому, как сами с собой работают психологи, психотерапевты, да, то есть хотя нужно работать с вами, а не узнавать, как сами с собой работают. Вы же не психолог, да, не психотерапевт. Ну вот, это первое. Второе. Методики перелаксации, снятия стресса, тут все очень просто, нужно не напрягаться просто и все. Для того, чтобы не напрягаться, нужно понять, что именно вас напрягает конкретно. Вот. А так, в принципе, все эти, как бы, спорты, они все лежат на поверхности в интернете и так далее, но они не работают с причиной самой. Дальше. Вы пишите, была ли какая-то книга платный курс, который вы могли бы порекомендовать? Ну, во-первых, курсы психологии, как сказал мой коллега, один из моих коллег, Сергей Ельченко, написаны для психологов, не для клиентов. То есть, как бы, это исключительно для работы с клиентами, не для получения какой-то информации. Это нужно очень четко разграничивать. Второе. Что касается книг, где все очень индивидуально и нет какого-то универсального рецепта, да, нет какого-то универсального такого способа. Тут есть просто вот книги, книги, где есть какие-то средства, ознакомься с которыми вы сразу с вами поменяете. Даже инсайд, то есть, понимаете, даже инсайд жизнь не меняет. Жизнь меняет навык, который нужно вырабатывать. А вы, Александр, хотите быстро достичь больших результатов. То есть, вам важен результат, а не процесс. И пока вы будете ориентироваться на результат, а не на процесс, у вас ничего не получится. Потому что тот, кто стремится к результату, то всегда упускает процесс. А самый важный это процесс. Вот так. Поэтому, ваши вопросы, что первое, что второе, что третье, они абсолютно лишены всякого смысла, Александр. То есть, это все ориентированность на других людей и нежелание решать свои проблемы. Вот так. Собственно, как бы такой термин, даже как восполнение внутренней энергии, он уже вызывает сомнения. Потому что, что есть внутренняя энергия. Существует определенный психологический ресурс, который на что-то тратится. Если, соответственно, именно у вас этого ресурса не хватает, то вам нужно увидеть, на что вы, именно вы свой ресурс тратите. И только тогда у вас появится реальная возможность это изменить. А не какие-то, знаете, уравнительные средства, которые помогают всем. То есть, с чем связано, Александр, ваше восприятие себя, как еще одного человека, для которого не нужно искать уникальный и подходящий именно вам способ помощи. По какой причине вас интересует то, как работают психологи сами с собой? Вы считаете, что психологи как привилегированная каста людей, которые обладают тайным знанием? Нет. Абсолютно нет. То есть, вот именно по этим причинам я считаю, что ваш вопрос очень поверхностный. И показывает именно нежелание прилагать усилия для работы над собой и нежелание раскрывать свою индивидуальность как таковую. Вот и все. Так что, дабы вы себе не навредили, я рекомендую вам все-таки отказаться немного от подобных, ну, от подобного рода действий. И все-таки либо описать свою собственную проблему, то что волнует вас конкретно. И уже работать с этим, причем работать, не надеясь на выстрелить взгляд, работать, ориентироваться на процесс, на навык, на выработку навыка, а не на инсайт. Ну, либо вы будете продолжать оставаться в том состоянии, пытаясь найти какое-то волшебное средство, и так его и не найдя. На этом все. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Ага, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok